всем привет хочу заточить на китайской тачилке apix pro копии американской тачилки apix pro мой контега со сталью m390 хочу посмотреть как пойдет процесс вот и в двух словах перед заточкой процедуры что я делаю но самое главное это выставление градуса данный китайский экземпляр не является как говорится блин эталоном качества и соответственно чтобы понять правильно градус я использую такой вот электронный уровень вот сейчас у меня стоит на зеленой значит шкале вот если проверить для интереса чтобы тоже наглядно людям это было понятно за основание берем эту плоскость это соответственно с ноль и вот он у нас гадус который получается с установленным камнем здесь у нас 23 по паспорту у нас зеленая шкала указывает на 20 градусов я пробежался по остальным то есть все они имеют небольшое отклонение но в разумных пределах скажем так пределах одного градуса вот из-за этого это не так критично вот второй момент для чего я использую этот этот электронный уровень угломер вернее при установке ножа соответственно здесь в зависимости от прижатия мне нужно рассчитать правильный угол под каким углом будет все это дело точиться и из этого использую вот этот уровень соответственно по отношению к нулю на здесь почти пять метров пять градусов вот соответственно здесь у нас минус пять получится 17 градусов но отклонение существенные получается из-за этого приходится делать такие расчеты вот проблем с расчетами не бывает когда вы используете у такого типа ножа который из плоскость соответственно сюда прижали его и по плоскости зажимать то есть не по спускам а по плоскости тогда проблем с градусами это здесь ровно 20 градусов носи нож уже прижался по плоскости естественно градус меняется и это надо учитывать потому что если вы хотите получить 20 градусов реально у вас может получится 22 градуса и в итоге выйдет лом или соответственно еще меньше 18 градусов и у вас будет но быстро оттупиться там крошится и на это тоже надо внимание обращать присоска значит мы апекс на присоски установлена фанеру которая гладкая хорошо на нем держится сама фанера на тряпки на любой поверхности чтоб не скользила нож обтягивая скотчем по максимуму скотч как он называется блин монтажный строительный то есть короче такое который легко сдирается и клинок не портит вот здесь у нас сейчас заводская заточка мне интересно посмотреть как поведете м 390 при заточке вот наносим сюда значит на режущую кромку маркировку маркером что видно было какую часть мы уже сняли какой не сняли это облегчает контролировать съем металла при старте скажем так когда вы начинаете точить это важно чтобы сняли везде равномерная толщина металла то есть вот этой краски не должно остаться такс также надо использовать желательно использовать особенно когда вы новичок что видеть что происходит это лупа пятидесяти кратная лупа любую можно использовать ювелирную например маленькую вот я ее в данном случае буду использовать мне интересно смотреть как будет точиться эта сталька из-за этого буду наблюдать смотри все что происходит вот сейчас я рассчитаю угол сейчас здесь у нас 20 градусов на при установке здесь видно что у нас плоскости спусков большая и соответственно прилегать будет вот эта часть и надо вот эту часть высчитать угол и понять какой градус у нас будет заточки этими сейчас займусь и потихоньку приступлю к заточке провел кое-какие замеры вот при 20 градусах стандартных которые сейчас здесь установлено если я начну заточку у меня реально получится около 15 16 градусов на угол вот это слишком мало и вот хочу обратить внимание на ошибки которые многие допускают вот установили здесь значит определенный градус многие не учитывают этот наклон когда мы при заточке укладываем клинок не на саму плоскость то есть у нас идет центр угол не через центр как бы устанавливаться на эту плоскость и получается у нас неправильное искажение то есть схематические здесь чуть поразмышлял и то есть у нас центр должен всегда эти вот такие вот но то есть плоскость должна быть здесь и установка клинка должна производиться как был таким вот образом а когда клинки с спусками от обуха становится таким вот образом у нас добавляется вот такая вот или убавляется такой вот градус соответственно нас сильно меняется итоговый результат и в данном случае при 20 градусах 21 градусе которые здесь сейчас как бы есть у нас реально получится что-то около 16 градусов на угол так что будем корректировать что получилось это 18-19 градусов на угол выставил я угол где-то в 18 градусов и если показать по схеме заводской которая идет руководство пользователя который идет с apix pro китайским вот здесь у нас указан 20 градусов это зеленая метка в моем случае установилась между зеленая красная и здесь у меня в итоге на выходе получилось 18 градусов для этого клинка для этого ножа вот такая вот разница так что учитывайте то есть надо этот момент учитывать и не ошибаться ножи будут чуть под более острый угол чем заводская заточка и по идее все все правильно рассчитал здесь по маркировке которая нанес видно будет то есть сначала снимется ближе к середине и вот на конце должны чуть остаться что бы не мешало что бы не мешало здесь так и происходит снаружи больше снимается как бы чем с центра угол будет более острый стоит камень 180 грит китайские но я заметил что именно этот камень как-то неохотно снимает здесь у нас трещина какая-то вот другие камни работают интереснее но пока надо начинать с первого камня так как мы будем задавать начальный угол идет новая переточка под новый угол когда идет уже до . тогда уже можно более мелкими камнями пользоваться сразу камни предварительно от мочи не в воде маркер у нас уже стерся практически везде остался только самом конце снимается вроде бы на первый взгляд все неплохо металл то есть снимается неплохо продолжим после каждого позже каждой стороны я промываю камень и свежий камень идет на вторую сторону точилка позволяет легко и быстро снимать камень чтобы помыть его и также легко и быстро зажимается каждую сторону стараемся делать разными руками то есть правая правую левая левую соответственно меняем рубки можешь у меня как укрепиться он с помощью магнита но еще дополнительно фиксирую чтобы он не менял угол и заточек то есть и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обязательно надо, чтобы у вас была тряпка, чтобы можно было это все вытирать, чтобы здесь не оставалась лишний раз вот эта вот отработка, грязь. И лишний раз не царапать клинок, рукоятку, нож. Теперь я доведу этим камнем нож до своего логического завершения, то есть работаю этим камнем и потом включу, покажу результат, дабы не затягивать видео. Сейчас у нас время 14.37. Посмотрим, сколько времени это займет. Работа 180 камнем. Пока не поздно забыл показать заточку. Заточка заводская, несколько месяцев не точилась и нож прибывает, продолжает хорошо резать. Хорошо, тут уж как. Здесь скотч уже мешает. Но нож режет. Если учитывать то, что немного здесь скотч, он у меня на клеен до самого конца практически. Если не считать, что мешает, то нож в принципе режет неплохо. Можно было продолжить пользоваться таким ножом, он выполняет все свои функции, но хотелось проверить, как она точится, эта сталь. Время уже у нас 14.46. Точу совсем немножко. У нас уже появился блеск. Какая-то полировка где-то уже вылез заусенец. То есть мы дошли до режущей кромки частично, а где-то еще надо прилично снимать. Но снимается неплохо. Единственное, вот интересно, что уже 180 камнем уже какой-то блеск появился здесь. То есть обычно такого не бывает, бывает матовое покрытие. А здесь немножко блестит. Вот. Ну продолжу пока еще 180 камнем работать, пока везде не вылезет заусенец. Вот. И продолжим снимать. 14.51. Ну, на удивление, очень быстро нож точится. Причем таким неинтересным камнем, который больше скользит, чем снимает. Вот. Вот в этой части, большей части появились как бы заусенцы с одной стороны. То есть дошел до края, а здесь вот еще надо поработать. Вот так что, я думаю, совсем чуть-чуть осталось работать этим камнем. Время 3 часа. Закончил заточку этим камнем. Осталось здесь еще немножко, чуть-чуть может быть пройтись. 180 камнем. И на этом переходим на следующий камень. Но пока я сделаю перерывчик. Вот. И потом уже следующим камнем сниму процесс тоже немножко. Как-то что. Уже ощущается острота. Сталь стала блестеть. Обычно так не блестит после грубого камня. Вот. И попробую показать под лупой или в макро больше. Не знаю, как видно будет, не будет. Но буду пытаться показать вблизи. Вот здесь осталось чуть-чуть поработать. Вот это место и все. Остальное все нормально. Пока перекур. 180 камнем закончил. По всей длине есть заусенец. Вот сейчас можно перейти на 320 камень. Вот так вот запачкался он. Забился грязью. Так. 320 камень. Вот так. Так. Время оно сейчас 4 часа. Практически. 320 камень. Пишу сзади, чтобы не забыть и не потерять. Сейчас чуть-чуть покажу процесс. Чтобы тоже видно было. Начну точить со стороны там, где есть заусенец. Чтобы его снять. 320 камень уже активнее снимает. Как-то поприятнее камень. Как-то уже прям. Еще одно. Это resolve. Оцереть. 4 часа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что у нас-то... Ох, вообще классно снимает... Не знаю, на макро видно будет или не будет... Сейчас я попробую показать две стороны... Здесь... Сейчас ярче сделаем... Чуть-чуть вот так... И здесь, где мы уже сняли... Где мы сняли, существенно... Гладко стало... Ну, то есть камень этот хорошо снимает... Камни разных производителей... Так что, может быть, от этого тоже зависит... Промываем... И продолжаем... Продолжение следует... 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 С кончиком надо осторожнее, чтобы его не срезать, не спилить... Как бы не скругляем вот таким образом... Держим как можно ровнее... Отработка... Такс... Теперь... заосенец ушел на другую сторону... Не знаю, видно будет, не будет... Сейчас попробую показать... наверное видно не будет но таким образом гоняем за 80 туда-сюда и поглупо и смотрим чтобы поверхность стала максимально однородной чтобы все царапины были одинаковой глубины то есть вот этой гридности 320 но теперь опять продолжу без камеры и ближе к концу посмотрим что получилось 320 очень быстро закончил затачивать везде равномерное как бы снято слой металла здесь везде одинаково царапины то есть одинаковая глубина больших резок нету все равномерные значит слой снят нормально это все видно только под увеличительным стеклом камеры наверное видно не будет не знаю видно не видно вот теперь переходим к 600 камню и также контролируем чтобы все царапины которые появлялись после 600 были одинаковы одного размера не было больших глубоких царапин и потихоньку заусенец у нас тоже становится все меньше и меньше вот в итоге мы будем точить против как бы режущие части и соответственно стараться полностью исключить заусенец вот у нас 600 камень вот и начнем с 600 после заточки с 600 камнем я покажу что получилось включусь вот она отработка на 600 камне тоже активно снимает очень хорошо перед тем как перейти переключиться на вторую сторону я обычно протираю нож и сравниваю то есть через увеличительный стекло лучше посмотреть чтобы увидеть разницу между этой стороной и той чтобы понимать как мы движемся видеть наш прогресс так если мы снимем с двух сторон одновременно мы не будем замечать как бы явно видно не будет что происходит из этого лучше сразу посмотреть увидеть разницу вот риски здесь у нас съем в царапинке становится еще меньше заметно вот когда сравниваешь до 600 и после разница так заметно чувствуется попробуем опять вот так вот показать не знаю видно будет не будет это после 600 это до не знаю видно или не видно и другая сторона особо не видно мне кажется так ну опять после каждой стороны смываем вот эту вот отработку каждый раз когда я смываю я всегда переворачиваю камень то есть он постоянно у меня получается что ставится один раз так другой раз так и получается равномерный износ камня тоже рекомендую делать постоянно как бы вращать с каждым смытьем с каждой очисткой камня вот теперь наверное немножко покажу какими именно движениями я делаю для меня не принципиально в данном случае когда идет 600 до 3000 до 3000 можно и так можно и круговыми то есть мне без разницы с какой стороны в какую сторону двигать наоборот я считаю чем разнообразнее движения тем лучше он снимает как бы и получается более равномерная поверхность и когда снимаешь вот таким образом например сначала в одну сторону а потом движение например вот такое то посмотрю в лупу мы видим как меняется как снимается слой то есть мы видим царапин с одной стороны потом другой стороной накрывает и можно явно как бы заметно становится более глубокие риски где можно еще поработать где можно еще снять и желательно проходиться всей поверхностью камня чтобы износ камня тоже был равномерный и в то же время при минимуме расхода сил получается мы больше снимаем вот оно как идет активная отработка по всей поверхности снимается но на этом отключу и продолжу работать вне эфира я в принципе уже закончил работать с 600 камнем вот металл снимается м390 очень активно не чувствуется что здесь закалка больше 60 по роквиллу работает легко комфортно может даже как-то быстрее чем даже S30 работает мне кажется чуть более так тяжелее вот после того как мы на увеличительное стекло увидели что у нас опять все царапины одинаковые то есть поверхность уже вся более-менее похожими рисками то есть одинаковые я продолжаю точить но если посмотреть на пальцы я держу не давлю то есть без нагрузки просто продолжаю как бы точить то есть это получается как бы контрольная такая доточка еще немножко некоторое время продолжаем точить и с кончиком всегда осторожнее работами камень получается давит под своим весом небольшое усилие прилагаем слегка давим и в заключении в принципе каждым камнем желательно сделать когда вы уже закончили точить вот эту контрольную заточку проводите надо чаще переворачивать здесь уже промывать часто не стоит просто часто переворачиваем клинок и без давления держим слегка все это дело камень не давим и спокойно потихоньку дошлифовываем получается даже как бы полируем доводим до луна и здесь получается еще борьба с заусенцем он более-менее такой становится все мельче-мельче и убирается не полностью но вот так же идет отработка здесь у нас снимается металл и уже если обратить внимание у меня движения идут не такие как бы а более такие широкие вот так вот почти по всей длине вот так идет можно даже вот так это будем точить когда будем снимать полностью заусенец пока я вот так вот это уже финиш можно сказать шестисотым камнем все время надо быть осторожным с кончиком чтобы не сточить его излишне чтобы не выскочить не ударить камнем ну и все в принципе можно на этом закончить шестисотым работать в принципе как-то быстро процесс заточки идет на удивление вот она опять отработка камень все время снимает как бы вы давили или не давили давить вообще не стоит на камень так как здесь у нас в китайском пластмассовый небольшой все-таки прогиб получается заусенец все равно у нас легкие есть здесь вот но переходим на следующий камень с этим я уже закончил следующий у нас будет полторы тысячи если я не ошибаюсь такс 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 камень тысячи пятьсот белый он уже все камни после заточки я правлю на стекле из-за этого здесь получается съем чисто а здесь чуть отработка вот идеально полировать на камни тоже не надо может в конце я покажу как я все это дело делаю этого достаточно то есть немножко пройтись чтобы появились белые вокруг это уже хорошо это по крайней мере ровнее даже чем когда вы получаете новый камень намного кривее чем в данном случае чем сейчас ну продолжаем вот таким вот образом проверяем где заусенец и продолжаем с той стороны где он находится чтобы его начать снимать в моем случае он здесь вот здесь камень 1500 здесь уже по ощущениям больше идет как бы скольжение но съем тоже идет сейчас можно будет посмотреть сразу что снялось точу в принципе тоже не вот таким вот образом сейчас вот он идет сразу съем металла а тоже скользящими движениями под небольшим наклоном сейчас мы пройдемся с одной стороны опять посмотрим сравним две стороны как бы сторона по которой мы уже прошлись полутора тысячным камнем и сторона по которой мы еще не прошлись появляется скрип скрежет вот этот узел постоянно скрипит вот я не знаю на оригинальном Apex ProHack это дело обстоит но здесь чуть-чуть такой скрип есть особенно когда работаешь трехтысячным камнем получается что камень уже скользит по ножу и почему-то там у нас появляется скрип ну вот она отработка какая идет мощная съем так сейчас я сам взгляну ну здесь у нас уже идет практически полировка заметная разница конечно по сравнению со стороны где работал шестисотый но не работал полторы тысячник опять попробую вот так показать я не знаю будет видно не будет но попытку сделаем и другая сторона здесь уже работал полторы тысячник если я не ошибаюсь здесь видно вроде бы разница сильно чувствуется и камень опять моем потому что он становится вообще черный тем более на белом хорошо видно съем металла так ну потихоньку я продолжу работать и походу буду включаться показывать что да как время кстати забываю показывать 16.29 пока продолжаю работать полторы тысячи камнем и у меня складывается впечатление что вот эта сталь она очень сильно снимается потому что при заточке 154СМ С30В и более простых даже 440ХС или 440С вот так вот этот камень не чернел вот так вот активно не снималось причем это вот снимается буквально пройдясь там раза в 20-30 по этой стали вот так вот сильно камень пачкается то есть это идет съем металла на других сталь как-то я особо не замечал такого агрессивного съема то получается что с этой стали так легко что ли металл снимается вот или он может быть снимается очень тонким слоем вот и так запачкаем вот чистый камень сейчас для интереса сниму с другой стороны и посмотрим как вот для сравнения несколько движений уже вот появилась чернота расписавшийся сделок уже на ноже тоже появляется не знаю в камеру видно не видно но уже на ноже остается черная грязь получается металл снимается так активно хорошо легко и при этом несколько месяцев я уже пользовался этим ножом резал все подряд при заводской заточке и в принципе нож можно сказать вообще не тупился если пройтись по пасте Гои совсем несколько раз там получается он вообще восстанавливал свою остроту продолжал дальше резать по продуктам я вообще ничего не говорю а вот что бумагу резал чуть пройдешься попасть Гои и он продолжает резать бумагу вот уже куча черного слоя это металл перемешка наверное с камнем при этом в принципе нож уже заточился я получается опять провожу финишную заточку полторы тысячника такое ощущение складывается что я даже как будто не до конца точу настолько быстро приходится менять камни настолько быстро снимается металл точится вот он уже камень вообще черный а я здесь по большому счету толком и не поработал еще еще поточу немножко 1500 посмотрю увеличительное стекло всегда и все время надо смотреть на режущую кромку что происходит не забывайте контролировать вот и когда я уже поставлю трехтысячники опять включусь посмотрим что-то как переходим к трехтысячному камню последний камень посмотрим в итоге во что превратится наш нож сейчас опять попробуем посмотреть в макро не знаю что видно будет вот так вот короче выглядит сейчас и сниму как трехтысячник работает сразу начал тоже снимать металл тоже достаточно активно снимает но сам камень практически не засоряется вся грязь остается наружу вот так ну процесса уже наверное смысла нету снимать покажу уже в конце что получилось и может сделаю пару кадров покажу как я правлю уже камни после заточки восстанавливая восстанавливая пока все забыл показать время сколько ушло на заточку полтора тысячника какие-то минуты минут двадцать наверное работала с ним вот и продолжаю трехтысячником только начал в принципе я закончил точить вот и перед тем как я вот окончательно скажем так все разберу я хочу сказать что когда вы работаете последним камнем в комплекте обычно идет самый мелкий это полтора тысячника но можно купить трех там и выше гридностью вот в моем случае трехтысячник после того как в принципе закончили еще желательно продолжительное время продолжать точить вот потому что сейчас доводится этот все делает режущая часть кромка до ума вот и последние штрихи когда уже в принципе все заточено надо по возможности часто поворачивать нож и против режущей кромки потихонечку вот так вот мы проходимся по всей части режущей кромки и снимаем заусенец который здесь он микроскопический максимально снимем его и то что невозможно уже снять какие-то может быть микро какие-то зубчики и заусенцы мы это все поправим уже на пасте ГОИ главное паста ГОИ тоже не борщить потому что можно сделать только хуже вот если послушать сейчас уже камень он буквально скользит по режущей части по режущей кромке потому что здесь уже в принципе все отполировано пачкается совсем незначительно вот я уже приличное время не промываю камень вот и получается что он так уже просто полирует его он уже даже не снимает а полирует придает блеск и как раз от этого зависит насколько острый будет нож в итоге и вот так вот переворачиваем и добиваем режущую кромку вот на этом в принципе то что касается заточки на Apex Edge Pro в моем случае это китайская версия можно считать законченным вот дальше я промою нож камни покажу как подправить после заточки камни потому что если не подправлять у вас образуется вот здесь вот дуга то есть камень будет он сферический и с каждым разом будет все хуже и хуже точить кому это не принципиально может оставить кому интересно я покажу как править на камне вернее на стекле камни править вот и в конце попробуем посмотреть как будет нож режет резать без паста гоя то есть вот после камня и посмотрим как он будет резать после 2-3 проходов по пасте гоя по коже на этом пока с Apex заканчиваем переходим к правке камней так напоследок еще покажу время 17-18 и попробуем посмотреть может что видно будет нарежешь кромку не знаю что видно на фотоаппарате видно не очень надеюсь на экране будет видно так ну все наверное на этом уже точно все разбираю Apex и перехожу к правке после окончания работы все камни которыми мы работали надо достать и промыть в проточной воде и взять любое зеркало в моем случае это вот такое декоративное стекло почему зеркало потому что зеркало максимально ровная поверхность если у зеркала будет кривое стекло то изображение отражение будет искажаться из-за этого зеркало считается самым ровным стекол и начинаем с грубого камня вот таким вот образом править надеюсь видно но грубый камень именно вот этот он мне почему-то не нравится он и правится очень плохо и точит плохо какой-то непонятный камень из этого я его оставлю на самый конец а продолжу более адекватными камнями следующий у нас был 320 но он почти чистый сейчас можно будет понаблюдать вот она по краям снимает и потихоньку доводим до абсолютного чистоты что в середине чуть темное было для этого достаточно вот что происходит с камнем с камнем травка тоже занимает какое-то время так что в целом заточка геморное занятие которое требует достаточно много времени с камнем с камнем с камнем с камнем вот так вот потихоньку зачищу все и покажу потом результат вот так вот выглядит после это полтора тысячный камень не отклеивается этот трехтысячник вот так выглядит выглядит до вот так выглядит после трехтысячник абсолютно чистый ну вот таким вот образом мы правим все камни они становятся белые и вся тесно ровные на этом справка о камне тоже закончена так ну все заточка закончена на заточке был бенчмит контега составляем 390 пока без правки на паста салат 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 Сейчас. Сейчас пойдем чуть поправим ее на пастогой и посмотрим, будут ли изменения результата. Пока снимал скотч с ножа, вот этим гадом чуть-чуть порезался. Так что режешься обычно там, где не ждешь. 15-20 движений на досочке с пастой ГОИ белой. И на бумаге, ну бумага уже местами мокрая, но даже мокрая, здесь она вся мокрая. Рез абсолютно изменился, вообще ничего не затыкается. Даже в обратную сторону развернуться можно. Вот так вот заточила китайская точилка. Вот так вот ведет себя точится, вернее, сталь М390. Точится на удивление очень легко. Сталь по всем параметрам, мне кажется, просто, наверное, идеальная на сегодняшний день для ножа. Потому что вообще не тупится. То есть я ее заточил, уже просто надоело пользоваться заводской заточкой. Она не тупилась, как обычно бывает. Купил нож, немножко попользовался, затупилась и пошел заточил. Здесь она не тупилась, в принципе, но хотелось своей заточки, чтобы я могу такие вот выкрутасы творить ножом. И посмотрим, как долго будет держаться этого заточечка. Вот так вот. Ну все, надеюсь, было интересно. Спасибо за просмотр. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok